Дорогие друзья, начался месяц Элуй, и мы каждый день трубим шофар. Скоро будет Роша Шана, еврейский новый год, и мы будем весь день трубить шофар. Зачем? А потому что много-много лет назад Всевышний приказал Авраму, возьми своего сына и убей его на горе. И в самый последний момент, когда Аврам хотел исполнить волю Творца, замахнувшись над своим сыном, милосердный, добрый, безгранично добрый Аврам был готов убить своего сына, потому что так говорит Творец, Всевышний остановил его руку и сказал, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, не надо, я тебя только испытываю. Ты прошел испытание, теперь возьми барашка, вон там вот барашек, и возьми, зарежь барана, но Ицхака не трогай. И в заслугу жертвоприношения Ицхака Всевышний обещает быть милосердным к людям. И до сих пор это милосердие нас спасает от всех бед, наши успехи. Все, что у нас хорошее, это также происходит в заслугу того жертвоприношения Ицхака, когда самый милосердный отец на земле Аврам был готов убить сына, потому что так хотел Творец. И вот бараний рог напоминает Всевышний, вспомни, вспомни того барана, какого барана, которого принесли вместо Ицхака, которого ты хотел, чтобы Аврам принес в жертву. Вспомни этого барашка и прости нас, дай нам хороший год, вспомни жертвоприношение Ицхака. Вот функция шофара. Также написано, что шофар, он пробуждает наши сердца. Шофар это инструмент, который может быть будильником для нашей души. Проснись, душа, проснись, Всевышний, он находится рядом в это время. Иди, беги к нему, спасайся, ведь спасение только у Творца. Кстати, если мы хотим вспомнить о барашке, о баране, которого принесли вместо Ицхака, почему мы берем именно бараний рог? Почему нельзя сделать какой-то обед из баранины? Почему именно рог? А потому что написано, что пришел Ецарара мешать, мешать жертвоприношению Ицхака, которое будет обеспечивать людям милосердие тысячи лет. И что? Этот баран запутался рогами в кустах. И было противостояние, противодействие Ецарара. Он пытался выйти из кустов. Поэтому берем именно бараний рог. Напомнить, что когда нам тяжело, вот здесь включается Всевышний и будет давать нам награду. Если тебе легко выполнять заповеди, если тебе легко служить, награда будет маленькая. Именно когда тяжело, вот здесь Творец ждет. Ну давай, тебе тяжело, дойди до конца, и я тебе дам безграничную награду. Именно рог барана, потому что рогами он запутался в кустах, и было противостояние. Тяжело? Вот, вот, вот. Мы должны искать, когда нам тяжело. Мы не должны искать комфорта в служении Бога, а именно когда тяжело, максимальная награда. Дорогие друзья, вы помните, в книге Берещит написано, что когда Всевышний создал человека, он вдохнул в него жизнь. Он сделал вот такое вот действие, буквально вдохнул в него душу. Когда мы трубим шофар, какое действие мы делаем? Мы тоже выдыхаем воздух, и мы вдыхаем воздух в шофар. То же самое действие. Показать, что при трублении в шофар мы получаем новую жизнь, мы новое творение. Всевышний заново в нас, как бы, вдыхает новую душу. Мы новые творения. Мы должны приближаться к Богу, мы должны соблюдать Его заповеди по-новому. И тогда в новом году 100% у нас у всех будет Шана Това Умытука. Хороший и сладкий год. Мы новые люди. Мы напомнили себе и Творцу про нашего дедушку Авраама. Я всем желаю хорошего, прекрасного года. Пускай Всевышний будет с нами максимально милосердный, но все зависит от нас. Как мы себя будем вести в ближайшие недели, такой у нас и будет год. Шана Това Умытука.